Более 4 миллиардов рублей. Таков бюджет Дорожного фонда в Чувашии на этот год. На ежедельном совещании членов правительства обсуждали, почему не все средства потрачены и когда будут сданы все объекты дорожного хозяйства, запланированные на 2016 год. В 2016 году построено 25 километров дорог разного значения, 13 километров линии электропередачи, отремонтировано 195 километров дорог, 200 дворов и подъездов к ним. На конец года, по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, неосвоенными остаются около 900 миллионов рублей. Он состоит из 175 миллионов рублей федеральных и 732 миллионов рублей республиканских средств. Сегодня практически все дорожные работы закончены, кроме содержания. Идет оформление объектов. Остаток образовался из банкротства Чувашавтодора, производственной мощности которого в 2016 году не были задействованы в дорожных работах. Кроме того, есть проблемы с содержанием дорог. Так много нареканий на работу фирмы «Меридиан», которая должна была очистить трассы в пяти муниципальных районах республики. Они заключили контракты по пяти районам. Как раз в этих районах у нас самые большие проблемы. Это вот часть Чебоксарского района, Аликовский район, Ядринский район. Значит, вот здесь, конечно, больше всего проблем. Вы как будете этот вопрос закрывать? Потому что буквально недавно МВД внесло по этому поводу предписание содержания компании «Меридиан» в прошедшем месяце. Значит, сегодня «Меридиан» уже выставлено более 300 тысяч штрафов. Значит, постоянно мы мониторим эту ситуацию. Дважды уже проводили совещание с приглашением и учредителей, и генерального директора. Несколько раз выезжали на эти дорогу. Конечно, ошибки были допущены в тот момент, когда прошел дедной дождь, не успели обработать реагентом. Образовалась наледь, и, конечно, сейчас трудно с ней бороться. Поэтому сейчас предпринимаем все усилия для того, чтобы убрать эту наледь и очистить дороги от льда. На совещании раскритиковали ход работ по реконструкции дороги Марпасад-Кушниково. Из 4 километров твердого асфальтового покрытия не отремонтировано ни километра. Уложена только щебенка. Подрядчик – фирма «Воддорстрой». Также не выполняется контракт по реконструкции Ядринского моста. Эти объекты финансируются из федерального бюджета, и вполне возможно, что Росавтодор применит санкции. А вот республиканский Минтранс будет применять санкции к дорожникам, которые укладывали асфальт в снег в поселке Вурнары. Этот ролик появился в сети и сделал много шуму. Министерство транспорта и дорожного хозяйства не будет оплачивать работы по контракту. Также не получат остаток средств в этом году строители объекта на улице Айги. До 20 декабря планируют сдать дорогу в новом городе. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.